Что это? Это купальник? Комбинезон? Надо будет попробовать в них налить воду, работают они вообще или нет? Всем привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал! Кстати, если ты новенький на моем канале и все еще на него не подписан, то можешь сделать это прямо сейчас, просто жми на красную кнопочку внизу подписаться и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Сегодня я буду распаковывать огромнейший шар лол. Вы только посмотрите, какой он огромный! Сразу хочу вам сказать, что это не оригинальный шар, это какая-то китайская подделка. Я знаю, что существует такой огромный шар лол, в котором располагаются маленькие шарики лол. И я так предполагаю, что это все-таки его маленькая, так сказать, китайская копия, потому что именно такого шарика лол я не нашла абсолютно нигде. Я специально искала в интернете, гуглила, чтобы найти, как должен выглядеть именно такой оригинальный шар, чтобы, так сказать, хотя бы иметь какие-то представления, с чем я его должна сравнивать. Но, к сожалению, я вообще не нашла никакой информации. Смотрела на ютубе различные видео и тоже нигде не было именно такого шара. Так что можно сказать, что у меня здесь буквально эксклюзивная китайская подделка. Я даже не нашла ни одного видео, где бы распаковывали именно такой шарик лол. Так что вы смотрите эксклюзив, знаете об этом. И обязательно делитесь этим видео с друзьями, потому что я уверена, что там мы найдем что-то интересненькое. Продавец, в котором я покупала этот шар, сказал, что там идет одна кукла и, типа, очень большой-большой гардероб для этой куклы. Но я думала, что прям большой гардероб в таком шарике не поместится, но несколько нарядов-то я там точно ожидаю найти. Я уверена, что вам точно так же, как и мне, уже очень хочется посмотреть, что же находится в этом огромном шарике лол. Поэтому начинаем распаковку, поехали! Итак, сначала давайте поближе рассмотрим упаковку. И первое, что мне образуется в глаза, это надпись LQL. Это подтверждает тот факт, что передо мной фейковый шар. Далее здесь написано Big Surprises, то есть большой сюрприз. Вказано то, что в шаре идет куколка и аксессуары к ней. Также здесь имеется надпись Limited Edition, то есть лимитированная коллекция. Еще мне бросается здесь в глаза надпись Let's Be Friends и хэштег Collect LQL. Не L-O-L, то есть L-O-L, а именно L-Q-L. И указано, что по этому хэштегу можно найти какие-то фотографии, либо же видео в Инстаграме и на Ютубе. Ну, с обратной стороны здесь все то же самое. Давайте уже начнем распаковывать. Таким образом выглядит сам шар. Он такого золотого цвета, я бы даже сказала, какого-то карамельного или кофейного. Здесь всего одна обертка, то есть тут нету каких-то слоев, нету никаких подсказок, ничего подобного. Просто идет один единый шар, с которым мы сейчас снимем всю эту упаковку. И посмотрим уже, что же в нем все-таки находится. Ну, а теперь самый волнительный момент. Давайте уже наконец-то его распакуем, потому что на самом деле я этого уже жду несколько дней. Я все не могла никак заснять это видео. И вы представляете, насколько сильно я его уже хочу распаковать. Я еле как себя сдерживала, чтобы не сделать это за кадром. Но все-таки я сдержалась, и я молодец. Ну что, погнали! Здесь также есть молния, как и на других шариках. Лол, написано плохие. Нам нужно за нее потянуть. О! Ну что, давайте, ребятки, на счет три. Раз, два, три и... Смотрим, что же здесь. Обалдеть! Здесь маленькие шарики. Лол, сюрпрайзес. Офигеть! Сколько здесь всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять шаров. Девять различных шаров. Интересно, с чего даже начать. Я, если честно, вся потерялась. Не знаю, с какого начать. Давайте начнем вот с этой палетки. И я достану вот этот зелененький. Ну, ребят, я такого, конечно, не ожидала. Я думала, здесь будет просто лежать кукла, и навалены какие-то ее аксессуары, одежка, ботиночки, бутылочки. Но такого я точно не ждала. Я тут сразу начала его распаковывать. Даже не показала, как выглядит. Но вот он, смотрите, такой обычный шар. Но мини-шар. Мини-лоу. Открываем, что же здесь, что же здесь. И здесь у нас бутылочка. Смотрите, какая маленькая, миленькая бутылочка. У какого-то она не очень хорошего качества, потому что здесь, смотрите, краска облупилась. Ну, понятно, это все-таки подделка. Ладно, смотрим дальше. Давайте. Эйники-бэйники-бум. Будет вот этот золотой шарик у нас. Скрываем. Очень интересно, что здесь. И здесь у нас кофейный напиток. Обалдеть, здесь даже есть такая штучка. Смотрите, а в зеленом шарике не было. Надо будет попробовать в них налить воду. Работают они вообще или нет. Кстати, ну вот этот довольно-таки хорошо сделан. Аккуратный такой. Идем дальше. Ну что, откроем с вами сразу большой шар? Или сначала перейдем к маленьким? Ну, как вы думаете? Наверное, все-таки открою сразу большой. Здесь должна быть куколка. Я прям как настоящий вандал все это достаю. И давайте открывать, смотреть, что здесь. Что? Ой, ну кукла какая-то страшная на самом деле. Что за Пугачева, ребят? У нее еще так отличается сильно от цвет лица, от цвета кожи. Да, кукла, конечно, подвела в этом наборе. Она еще какая-то, смотрите, резиновая. Ну, прям такой пупщеныш. Пупщеныш-детеныш. Давайте тоже соберу этот шарик. Здесь тоже есть вот такая вот штучка. Прям как у настоящих. Она здесь даже не будет стоять, потому что у нее очень маленькие ножки. Если честно, я даже немного расстроилась, что она такая несимпатичная. Ну, ладно, идем дальше. Сейчас у нас был розовый шарик, уже был зеленый шарик, золотой шарик. Поэтому давайте достанем голубенький шарик. Потому что такого цвета у нас еще сегодня не было. Здесь должна быть одежда, я так понимаю. И да, здесь у нас, смотрите, какие маленькие ботиночки. Маленькие такие вот прям крохотулечки. Ноги что ли какие-то похожи. Смотрите, здесь даже такие корсетные завязочки прорисованы. Сделаны, кстати, на удивление, довольно-таки аккуратно. Теперь у нас пойдет желтый шарик. Хочу желтый шарик открыть. Как вы думаете, что здесь? Мне почему-то кажется, что в желтом шарике будет. Знаете, что? Мне кажется, здесь будет какой-нибудь аксессуар, типа ободка или, возможно, очков. Интересно, моя интуиция работает или нет? Ну-ка, смотрим, что здесь. Нет, моя интуиция абсолютно не работает. Потому что здесь у нас идут ботиночки. Белые ботиночки, смотрите. Вот они. Но они вообще какие-то маленькие. Смотрите, по сравнению с розовыми, они прям вообще малепусишные. Ну ладно, убираем пока в сторонку. Я сначала все достану, а потом мы будем одевать нашу куколку. Какое бы достать? Эйники-бэйники-бум! Вот этот. Снова попробую воспользоваться своей интуицией. И предположу, что здесь все-таки опять ботиночки? Или нет? Ботиночки либо аксессуары? Платье! Блин, ребят, короче, вообще, моя интуиция нулевая. Вот таким образом оно выглядит. В принципе, неплохого цвета, но, как мне кажется, не очень хорошего качества. Потому что сделано оно здесь не очень аккуратно. Видите, оно здесь каким-то заборчиком прям идет сзади. И этот набор поддельный, поэтому я не буду на это жаловаться. А мы переходим к следующему шарику. И какой же следующий шарик я выберу? Как вы думаете? Напишите в комментариях. А я все-таки выберу. Угу, какой же, какой же. Я выберу, наверное, розовый. Ой, он прям у меня уже открылся. Интересно, вы угадали, какой я шарик выбрала? Если да, то обязательно ставьте лайк под этим видео. Прямо сейчас разгружайте свой вагон с лайками и ставьте этому видео лайки. Если вы, конечно же, угадали, какой шарик я взяла. Ну, а теперь открываем. Раз, два, три и... Что это? Это кофточка. Да, ребят. А, нет, это вообще комбинезон, смотрите. Комбинезон это, конечно, что-то новенькое. Мне еще ни разу не попадались никакие комбинезоны в куклах Лол. Обычно это всегда были платья. Я, наверное, его сейчас прям на нее одену, потому что мне прям безумно интересно посмотреть, как это будет выглядеть все на этой кукле. Ну, смотрите, как ужасно смотрится сзади. Это просто стрёмно выглядит. Ну, реально стрёмно, очень сильно стрёмно. Ну, давайте, раз уж я одела комбинезон, вот этот оденем тапочки, ботиночки. Я думаю, вот эти сюда больше подойдут, нежели чем розовые. Ну, что, ребят, я ее одела. Теперь она выглядит хотя бы более-менее прилично и намного лучше, нежели, чем когда она была голая. Хотя бы не видно этой разницы между цветом головы и цветом тела, потому что это выглядело, ну, вообще, как-то не очень. Но самое главное, это не смотреть назад, потому что все прелести этой куколки сразу же обнажаются и видны нам. Смотрите-ка, что это? Что это? Это купальник, комбинезон, костюм черлидера. Ну, наверное, это все-таки купальник. Разберемся попозже. Я сейчас сразу же открою последний шар, чтобы это все не затягивать. Боже мой, какие они маленькие! Смотрите, какие они маленькие, офигеть! Они еще меньше, чем те самые белые ботиночки. Мне кажется, эти вообще и на ногу не налезут, потому что они вообще, ну, они крохотные, ребят. Они вообще крохотные! Этот чудесный лук вы уже заценили. На нашей кукле я его снимаю. Сейчас хочу примерить вот это вот, посмотреть, что это, как это будет выглядеть. И одеваем трусамбы. Так, вроде все правильно. Перед, зад, здесь прям, смотрите, попка указана. Все по-взрослому. О, деточка, да ты, походу, поправилась. Наела себе бока-то за новогодние праздники. Ну, прям конкретно, слушай, набрала так себе. С десяток, мне кажется, килограмм или грамм, там, сколько ты весишь. О, напялила, напялила я ей трусамбы ее. О, ну, кстати, вот это выглядит вполне себе так прилично. Но если спереди смотреть, если смотреть сзади, то это тоже выглядит нормально. Особенно трусамбы, они хотя бы прикрывают ее по пенсию, в отличие вот от этого костюма. Он-то вообще ничего не прикрывал. Тут хотя бы это все прилично выглядит. Я вам могу спокойно это все показать, и мне не будет стыдно за эту куколку. Так, давайте к этому наряду оденем вот эти вот ботиночки маленькие. Это не просто какие-то ботиночки, балеточки. Это у нас босоножки, потому что у них у обоих идут вот такие вот дырочки здесь. И это говорит лишь об одном, что это босоножки. Ладно, снимаем этот наряд. И последнее, что нам осталось примерить, это розовое платье, которое было у нас самым первым из одежды. Вот это поворот, смотрите, ей нужно вот так вот, оказывается, это платье одевать. Ой, ну китайцы, ну замудрили, ну замудрили, ну вообще. Последнее, что мне одевали, это вот эти ботиночки розовые. Они, мне кажется, ей прям до самого песчана будут, слушайте. Ребят, что вы можете сказать об этой кукле? Давайте-ка сзади посмотрим. Ну, сзади более-менее, конечно, прилично, но все равно все прелести, как бы на виду у нас. Ну, это норма, это норма. Ну, как бы такое, такое, конечно, себе не очень она мне нравится. Не, ну сама кукла, она мне вообще не нравится. Мне, в принципе, я говорю про этот набор, что как-то ожидал, на самом деле, говоря, намного большего. Смотрите, ей даже просто бутылочка по размеру рта не подходит. Она просто, ну, сюда не вставляется. Нет, не идет, не лезет. Давайте вот эту попробую. Ну, не хочет, не хочет. Вообще никак. Ноль, ноль реакции. Рот у нее слишком маленький для этих бутылочек, либо бутылочки слишком большие для ее рта. Не знаю, как сказать. О, я что, испачкала ее, что ли? Смотрите, с этой бутылки просто краска облазит. Офигеть. Вот это качество, я вам скажу. Не ожидала, не ожидала такого поворота событий. Вон, видите, все, у меня на пальцах осталась вся краска. Ну-ка, давайте у золотой проверим, здесь будет вот это все облезать. Ну, золотая намного качественнее выглядит, чем вот эта голубая бутылка. Она к ней вроде бы краской не слезает. Ребята, обязательно напишите в комментариях, есть ли в вашем городе вот такие вот большие шары лол. И сколько они у вас стоят, мне очень интересно будет почитать. Думаю, тебе понравилось это видео, и ты оценишь его большим пальчиком вверх. Ну и, конечно же, подписка на мой канал. И да, ребят, многие из вас просят меня, чтобы я распаковала оригинальную куколку лол. Но под первым видео с этими куклами я вам говорила, что давайте соберем хотя бы 3000 пальчиком вверх под тем видео, и тогда я обязательно распакую оригинальную куколку, и даже, наверное, сравню оригинальную с поддельной. Но что-то вы как-то там не справляетесь, поэтому давайте под этим видео попробуем собрать хотя бы 2500 лайков, и тогда я 100% распакую оригинальную куколку лол. И, скорее всего, сравню ее с подделкой, потому что так, мне кажется, будет намного интереснее, нежели просто так ее распаковывать. Ну а на сегодня это все. Не забывайте комментировать это видео, ставьте большие пальчики вверх, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Я вас очень сильно всех люблю, увидимся в новых видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok